Всем привет! С вами Системные Новости. Как проходит 20-я летняя спортеяда АФК «Система» расскажем в этом видео. После приветствия президента АФК «Система» Тагира Седекова и торжественной церемонии открытия, спортсмены разошлись по площадкам, где начались соревнования по 22 видам спорта. В больших гонках первое место взяла Сегежа Групп. Владимир Метелев рассказал, как удалось победить. Владимир, вы участвовали в больших гонках. Я вижу, ваша команда получила первое место. Поделитесь своими впечатлениями. В этом году соревнования стали более серьезные, упражнения стали более сложные, но хотелось бы их еще усложнить, потому что наша команда легко справилась с поставленной задачей. Вообще они молодцы, без них бы я не справился. Я несколько лет собирал такую дружную, сильную команду, и мне наконец-то это удалось. В прошлом году мы участвовали в соревнованиях тоже с Сегежа Групп, ну и тоже занимали всегда первое место. Среди индивидуальных видов спорта – бадминтон. Ольга Макарова о том, почему выбрала именно этот вид спорта. Почему вы выбрали бадминтон для участия в спартакиаде? Я занималась год в школе. Мне очень нравился этот вид спорта, но после как-то не было возможности. А тут, когда я узнала, что в спартакиаде открывается возможность поучаствовать в женском бадминтоне, я точно знала, что это мой вид спорта. В этом году новой дисциплиной стал квиз. Сергей Копытов, капитан команды АФК «Система», поделился тактикой ведения игры. Вы участвовали в таком соревновании, как квиз. Насколько я знаю, он проводится впервые. Есть ли у вас особые тактики, которыми вы пользуетесь в ходе игры? Ну да, безусловно, как в любом виде спорта, это, безусловно, все равно спорт, потому что в состязании есть определенные тактики. В частности, я сажаю членов своей команды за столом в определенном порядке. Те, кто говорят потише, они ближе ко мне сидят. Наиболее сильный игрок сидит прямо передо мной. В общем, я думаю, что у любой команды, которая участвует в таких состязаниях, есть вот такие же секреты. Для гостей компании группы подготовили интерактивы. БН-групп провела мастер-класс по хобби-хорсингу, а Центр водородных технологий презентовал автомобиль с водородным двигателем. С вами была Арина Галиулина. До встречи!